20 сентября состоялась муниципальная военно-спортивная игра «Зарница» на кубок Угличского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». На территории Неноровской основной общеобразовательной школы соревновались команды 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й публических школ, а также Отрадновской средней школы. Хочу сказать огромное спасибо организаторам, это «Боевое братство». Ребята, огромное спасибо. Я знаю, как непросто провести такое мероприятие на своем внутреннем ресурсе. Огромное спасибо всем, кто вам помогает. И спасибо нашему Министерству внутренних дел, которое уже на протяжении нескольких лет также является организатором этого мероприятия. Конечно, хотелось бы, чтобы количество команд было больше. Ребята, вы большие молодцы, что вот вы не боитесь проверять себя на свои физические качества, на свою силу духа, командную сплоченность. Огромное вам за это спасибо. Ну и, конечно, спасибо тем, кто ребят организует на это мероприятие. Уважаемые педагоги, вам большая благодарность. Потому что, конечно, многое зависит от вас. Этот КВР-этап, он исключительно коллективный, командный. Залезь. Ой-ой-ой. Да? А если вот так вот? Прыгай. Молодцы. Уходили? Коллективный. Один он это не сделает. Друг другу везде помогать. В мире современных гаджетов все больше и больше удивляйся, что наши дети разучились дружить друг с другом. Наша задача привить не только любовь к родине, а быть дружнее, помогать всем вместе. То есть, если попал товарищ в беду, его нужно, во что бы то ни стало, его нужно вытащить. Его нужно помочь. И самое главное, самое главное, так как игра называется военно-спортивная, то есть, непосредственно военное прикладное дело. То есть, мы понимаем, в какой обостренной ситуации сейчас наша страна, и нам нужны подрастающие наши герои, которые без раздумий встанут на защиту наших рубежей. Цель патриотика – родина, дружба. То есть, наш девиз – братство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.Кулакова Добавь, давай! Т.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все захватывает. Тяжело хоть и проходить, но когда приходишь первым или вторым, неважно, все равно ты понимаешь, что ты вкладывался. И из-за этого ты... даже хочется еще раз пройти, потому что как в настоящем бою ты. Ты все проверяешь, ползаешь. Мне понравилось, когда мы перелезали через забор. Надеетесь на победу? Да, очень сильно. Такое нужно сейчас нынешнему поколению обязательно. Спецэффекты, пиротехника, это добавляет антуража игре и настроение. У детей сразу видно, что появляется интерес. Хочется быстрее пройти. Еще педагоги молодцы. Подбадривают. Ребят, все хорошо. Очень удивило, что ребята знают уже виды кровотечений, способы переноски. То есть видно, что с ребятами работают. Очень понравилось мероприятие. Шикарно. Мы участвовали второй год. Мы сделали заявку на один день в армии. И благодаря Александру Александровичу мы обязательно приедем всей школой. Какая школа? Пятое 63-го пехотного полка. В прошлом году для них это было ново все. И они испуганно бегали. Они не понимали, что в этом году они уже знают трассу. Они уже понимают, что делать. Уже более слаженно. Командный состав работает. То есть такие опасные участки, как вал, они уже пытаются друг другу помогать. То есть, в принципе, я думаю, 4 с плюсиком можно натянуть. Хотя бы за то, что за год мы совместно с педагогами хотя бы научили детей быть дружным коллективом. Хочу выразить огромные слова благодарности администрации нашего доблестного района. Вы всегда отзываетесь, идете на встречу. Мы почему-то очень быстро находим общий язык. И огромное вам спасибо. Я надеюсь, что еще многие-многие годы мы это будем продолжать делать. По итогам соревнований третье место заняла команда «Крепость» средней общеобразовательной школы номер 6. Серебряными медалистами стали участники команды «Россия» из второй школы. Золотые награды и переходящий кубок публичского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» вручены команде «Кадетское братство» средней школы номер 5 имени 63-го публичского пехотного полка. Самый настоящий и самый главный сегодня победитель. Да? Да! Да! Ура! Ну, ребята, все вместе взяли. Вон второй раз в вашем. Молодцы. Держим крепко. Сегодняшний ваш трофей – это «Ремингтон». Чтобы больше попадать в цели. Новые цели. Всегда их поражать на отличном. В военно-спортивной игре участвовали три класса правоохранительной направленности «Юный друг полиции». Лучший результат среди них показала команда «Россия» средней школы номер 2. Ребята получили кубок «Лучший отряд 2024 года» и подарок от ветеранов органов внутренних дел. Заслуженными наградами отмечены школьники, показавшие лучшие личные результаты в отжимании, сборке и разборке автомата, подтягивании на перекладине. Также в рамках мероприятия состоялось вручение благодарственных писем за помощь участникам специальной военной операции от ветеранской организации «Боевое братство» и командира одной из войсковых частей. Удостоверение «Боевого братства» получил участник СВО Валерий Белоколь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok